У меня же есть двое детей, да мы, блин, этого третьего хотели, мы его ждали очень. Мы его ждали, мы его хотели. Готовый человек, сформированный, красивый такой. У меня был срок 39 недель и один день. Я очень подхожу к таким вопросам щепетильно, потому что уже две беременности у меня было. Два ребенка у меня хороших родились, здоровенькие, тоже крупненькие. Я всегда хочется перестраховаться, и ты надеешься на то, что медики, они же знают, они же помогут, они же проконтролируют. На случай стремительных родов, так как это уже третья беременность была, я решила лечь на дородовую плановую госпитализацию. Также по совету своего гинеколога в Павловске встретилась с Константином Геннадьевичем Соломаниным. Он мне выписал к нему, получается, направление лечь 12 июля. Вот как раз у меня срок 39 недель, один день был. Я сразу приготовила все родовые сумки не только для себя, но и на выписку для малыша. Нас оформили, поселили меня в гинекологическое отделение, где работает заведующий Сычев Дмитрий Юрьевич, который непосредственно делал мне экстренное кесаревое сечение. Предрасположение к кесаревому сечению у меня никаких не было показаний. То есть у меня двое родов было, самостоятельные роды. И даже намека никакого не было. То есть мы даже думать не могли, что я буду рожать не сама. Поселили меня в третью палату. Ну, в первый же вечер, получается, это вечер был, я встретилась с врачом Галины Николаевны, которая непосредственно сделала мне на кресле осмотр в состоянии шейки матки, какое оно там, есть родовая деятельность или нету. А, и сделала мне КТГ. Посмотрела она меня, все, все нормально, пока еще ничего, тишина. Ну, я же приезжала без родовой деятельности, просто на сохранение полежать и быть под контролем. Отправилась я в палату, все разместилось, там я прибывала. То есть с утра мы вставали, ну, это обычные, обычные шаблонные, то есть не было там прям какого-то конкретного контроля. То есть я все равно надеялась на встречу все-таки с Соломанином Константином Геннадьевичем, который конкретно именно отправил меня, написав направление, чтобы там быть. Вот утром обход был, Дмитрий Юрьевич Сычев. Ну, это какие манипуляции? Пощупывание живота, прослушивание, без комментариев чего-то, либо все хорошо, все нормально. Один раз у меня там брали кровь, то есть брали они на анализы мочу и, ну, и на этом все. И КТГ. КТГ они делали каждый день. Один раз мы даже не увиделись с врачом, в 14-е, по-моему, потому что он был на обходе, а меня как раз в этот момент отправили в кабинет, где мы делали КТГ. Никаких отклонений не было. Опять же, я не знаю, почему, может, какой-то, не знаю, найти это объяснение, находясь в кабинете. Я делала фотографии КТГ для себя, просто снимала видео, думала, ну, вот я сейчас сниму какое-нибудь классное видосик, когда рожу, малыша буду смотреть, смонтирую, как мы его ждали. А потом, 14-го, я уже начала ходить, и 13-го, и 14-го, то есть я уже ходила с врачом хвостом, и говорила, я вот что-то переживаю, потому что детей своих, они у меня в погодке. Я родила в срок с 38-й на 39-ю неделю, а тут получается, ну, для меня уже, для моего организма якобы не норма. Хотя все возможно, я понимаю. Я начала уже переживать, думаю, нужно обратиться, пусть смотрят, пусть смотрят настойчиво. На что мне сказал Дмитрий Юрьевич, что, скорее всего, мы завтра будем родоразрешение делать. То есть он мне не сказал, что мне там будет кесарево или, ну, родоразрешение, может быть, помощь, там, проколоть пузырь или еще что-то. Мы посмотрим твое состояние, а потом от этого будем отталкиваться. Опять же, ну, никакого контроля, никакого полного вот прям какого-то обследования не было. Видимо, все ждали, что все будет естественным путем, пойдет, пойдет, что, ходит и ходит, пусть ходит. Потом, получается, я за ним 14-го ходила, бродила. Ну, он мне сказал, что сегодня у нее родоразрешение не будет, потому что родзалы переполнены. Давай завтра что-нибудь там посмотрим конкретно тебе. Как раз 15-го числа, как раз день нашей трагедии, ну, ничего не предвещало. Вот вообще никакие, ребенок шевелился, то есть у меня, ну, вот все так же, как и было, ни затишья, ни буйства его не было. Говорю, Галина Николаевна, ну, что у меня, что, ну, что же я хожу, что же мне, все рожают, я хожу, не пойму, как-то посмотреть бы, УЗИ бы хотя бы раз бы сделали. Она мне говорит, а ты знаешь, по моим расчетам, по двум определенным схемам, у меня очень большие параметры получаются у твоего ребенка. И она говорит, я как бы переживаю там, чтобы ты сама родила, ладно, там, если голова даже пройдет, потому что ребенок очень крупный. Говорит, если плечи, говорит, не пройдут, вот это, вот это будет уже плохо. Но я, говорит, не делаю УЗИ, я сама не делаю. Я говорю, я вас поняла, опять же я за Сычевым вцепилась, я говорю, сделайте, пожалуйста, мне УЗИ, потому что я хочу вообще понимать, выражу я сама или нет, вы же хотя бы контролируйте, как-то посмотрим, давайте. Он сказал, хорошо, приходи ко мне после семи вечера. Я к нему подошла, где-то было 7, 15, 7, 10, так вот точно, я не буду утверждать. Ну вот прям маленький, прям подождала я времечко. Я к нему зашла, мне сказали, подожди, еще пару минут, я с тобой сам приду, пришел за мной. И мы с ним пошли в кабинет УЗИ. У меня начал делать УЗИ. Ну, он очень сильно разволновался, но ничего, никаких подробностей. Ну, я понимаю, может быть, он, ну, это его работа, может быть, он и не должен говорить. Я не могу знать, как врачи себя в таких ситуациях должны вести, я не знаю. Потому что он и не должен, чтобы меня лишний раз не напрягать, чтобы я не паниковала. И, ну, он, видимо, явно разволновался, сказал, мне не нравится кровоток. Я говорю, да, может, я потому что лежу на спине, мне не очень, не очень тяжело было лежать на спине. Я говорю, давайте, может, я на бок перевернусь, может, ребенок, малыш большой, передавливает, все. Он говорит, давай мы еще раз сделаем, давай сделаем КТГ, тебе сегодня делали, как раз в 15-м мне не делали КТГ вообще. Ну, он послушал, сердце бьется, но кровоток ему не нравился, именно по УЗИ. Что, собственно, и стало причиной того, что он решил сделать экстренное кесарево. Мы сделали КТГ, опять же, там прослушивалось сердце малыша. То есть толчки его были, ребенок был жив. Он в считанные минуты просто сказал, меня вплоть до того, что меня в коридоре раздевали. С меня сняли одежду, накинули эту больничную рубашку, положили на кушетку. По-моему, физраствор был. Вену мне запущен медсестрами. И меня в считанные минуты отправили в операционную, где уже понимание, что что-то вообще страшное меня ждет впереди, а где-то на подсознательном уровне было. Но все-таки была надежда. Мы же доверяем медикам. Мы же им верим. Мы же до последнего думаем, что они сделают все хорошо, и все будет хорошо. Мне сделали, естественно, мне спросили, сколько тебе лет, какая группа крови. Анестезиолог мне сделал спинальную анестезию. То есть я была в полном, ну, не сказать, что прям вообще все четко было. Ну, естественно, я все наблюдала, видела, не чувствовала, как у меня режут. Мне казалось, что проходил процесс очень быстро. Очень быстро. Сделал разрез, мне спросили, там, чувствуешь, не чувствуешь? Ну, их нормальные, как бы, да, рабочие вопросы. Я говорю, такое ощущение, будто что-то приложили. Ну, они говорят, знаешь, все нормально, чувствительности нет у нее. Достали ребенка. Как бы я не знаю, опять же, я не могу утверждать, я могу только предполагать, что были хрипы, крика не было. Крика я сама не слышала. Были хрипы, опять же, может быть, это хрипы были. Может, каким-то методом они что-то, жидкость какую-то откачивали. Или мой ребенок это хрипел. Я не знаю. Я утверждать не могу этого. Они, группа, бригада, которая занималась ребенком, я повернула голову сразу направо. А там был столик, на котором они занимались с ребенком. Он не был похож на мертвого. Опять же, все это медики будут смотреть, экспертиза это будет показывать. Я все понимаю. Но он был сгруппирован. У него были сжаты ручки. Он не лежал как бездыханное тело. И над ним производили манипуляции. Доктор, я помню, трубочка какая-то, какую-то трубочку он подносил. Персонал как-то вяло расслаблен был. Немножко женщины были как будто бы растеряны. Доктор сказал, да, я сам. И говорит, вкалите ей какой-то препарат. То есть я безумно просто, меня, я не знаю, меня просто разрывает. Зачем меня отключили? То есть мне не дали возможности в тот момент осознать, что у меня, если, как они утверждают, что он за доли секунды какие-то во мне умер. То есть у него, они написали заключение, асфиксия, гипоксия плода. То есть он мертворожденный. Почему тогда вы мне не дали возможность просто понять, увидеть своими глазами, принять этот факт, хотя бы просто принять, я бы все равно не стала. Я вот увидела силуэт, как он просто, вот он отдаляется от меня в их руках, и все. Я говорю, возьмите телефон, вот, вот мой телефон, возьмите. Вот сейчас моему мужу скажите, что у меня больше нет ребенка, которого мы ждали. Скажите ему. Он взял, он взял, вышел из кабинета, сказал, ничего, никому говорить не буду. И он вышел. Он вышел из кабинета. С 16-го, когда нам показали ребенка, там был Соломанин, да? Соломанин, Константин Геннадьевич, да. Почему-то, почему, ну у нас даже мыслей таких не было, но почему-то он сказал перед тем, как к нам зайти, чтобы не фотографировали ребенка. Он запретил, не фотографируйте. У нас даже мыслей таких не было. Не снимайте, не фотографируйте. У нас не было мыслей, чтобы фотографировать. А почему-то он сказал заранее, что фотографировать нельзя. То есть почему, сразу начинают возникать вопросы. Вы забираете? Почему? Малыш лежал просто как живой. Малыш такой хорошенький. Он очень сильно на мужа похож. Они все похожи, детки. Наши папины гены сильнее. Этот больше всех. И нас просто в какие-то секунды он вышвырнул из кабинета. Он сказал, нет, все, быстро, быстро, быстро. Все, быстро, 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 быстро. Быстро уходим, у вас будет время проститься. То есть не рассмотреть толком ничего. Хотя они продержали ребенка. Они должны в пятницу были, после того, как все случилось, четверг. Они в пятницу должны были отвезти ребенка. Мы его увидели. В Воронеж. В этот патолог, анатомический отдел или центр, как он называется, в Воронежском областной. Они его продержали в пятницу, в субботу, в воскресенье, понедельник. И, по-моему, они только в понедельник они отвезли ребенка из Павловска, в Воронеж, на экспертизу. Во вторник была сделана эта экспертиза. На мой, так скажем, и взгляд, и вопрос, почему так, он, в принципе, так же ответил, как вот и пятнадцатого вечера мы отвечали жене. Я не знаю, почему так произошло. Так же, что, типа, он перехотел жить. Передумал. И передумал, да. И просто пожимают плечами и разводят руками. То есть причины... Мы не знаем. ...причины, вот почему был, развивался все девять месяцев здорового малыша. 15-го кисарили, 19-го ПДР, роды стояли. 39 недель, 4-4 дня, получается. То есть это было 15-е число. И почему... Приехали, перестраховались. То есть врачи до сих пор нам не дали ответа. Почему это произошло? И почему-то все, кто не заходил, большинство, кто не заходил к ней, экспертиза покажет. Да. У них какая-то надежда на экспертизу. Что они хотят найти в экспертизе, если обменная карта не была. Мы тоже надеемся, что все будет по-честному. Что они хотят уже через эту экспертизу доказать, что там не так было, если все было так. Просто почему мы и к вам обратились, потому что, может быть, люди, которые в вышестоящих органах, организациях, кто-то действительно просто нас поймет, услышит и поможет по-честному разобраться в ходе этой ситуации. Это наша боль, наше горе, я понимаю. Но, естественно, близко и понятно только нам. Но никто и ничто не вернет нам уже ребенка. Это само собой. Никто. Ну, хотя бы понять причину, почему так. Почему так случилось. И почему, если они написали, что ребенок якобы умер во мне по их заключению, да, так почему тогда, я же к вам приехала, почему этот момент вы не досмотрели. Опять же, я была полностью, полностью в доверии к медикам, к медперсоналу. Не в поле я была. Разрезанный человечек завернутый в полиэтиленовые пакеты. А сверху этот костюмчик наш. На брошу не одета, просто положили. Просто сложили на него сверху костюмчики. Чтобы было видно, что костюмчик-то есть там. И все, да. Я приехала в хорошем состоянии. У меня все было хорошо. Уехала я уже без ничего. Только потом приехал маленький гробик. Мы не хотим конкретно напрямую, не имеем права обвинять кого-то либо. Но по моим предположениям, я предполагаю так, что непосредственно моим состоянием, именно моей родовой деятельностью, должен был заниматься вплотную сломание Константин Геннадьевич, который непосредственно давал мне направление на плановую дородовую госпитализацию. Меня просто положили, но не наблюдали должным образом. Если, как они говорят, ребенок наглотался амниотических вод с меконием, то есть это или уже ребенок долго там сидел. Но это тоже, опять же, это урывки, фраз. Может быть, я тебе больше ничего говорить не могу. Вот так вот мне отвечала, мне написала. Но факт скрытия чего-то, он явно существует. Мы не хотим бросаться на каждого. Это наше горе, что ты там виноват. Или там, ну, кого-то конкретно винить вообще. Потому что у нас сейчас нет ребенка, это наше больно. Столько всего, ну, столько всего. Ну, неправильно сделано, ну, нечестного. Ну, сами мы не справимся.